Спасибо большое коллегам за сегодняшнюю нашу совместную работу и за ваше участие в этой работе. Передаю слово председателю комиссии и районистской. Я извиняюсь, Владимир Владимирович, можно? У меня реплика маленькая. Прошу, пожалуйста. Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы это называем Армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи транспортные и экономические коммуникации, которые предназначены 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Спасибо большое. Но то, что я услышал из выступления президента Алиева, он как раз говорил о том, что создаются условия в связи с признанием границ, соответствующих подтверждённых соглашениями, соответствующими ещё с 1991 года. Эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договорённости, в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, что премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно, думает положительно. Но мы сегодня на трёхсторонней встрече, мне кажется, могли бы всё это и обсудить. Надеюсь, что удастся договориться о том, что лежит совершенно очевидно в сфере интересов экономического развития, как для Азербайджана, так и для Армении, да и для всего региона. Мне кажется, у нас будет время в трёхстороннем формате всё это обсудить в деталях. Пару слов. Это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и, я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, и, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Как Владимир Владимирович также отметил, я считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Я извиняюсь, Владимир Владимирович. Я должен подчеркнуть, что все те люди, которые знакомы с текстом трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, они знают, что в этом заявлении есть только один случай использования слова «коридор». И в этом контексте это слово имеет особое значение, и это о Латчинском коридоре, который я повторяю, что должен быть, согласно трёхстороннему заявлению, под контролем Российской Федерации и обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Но, к сожалению, незаконно в присутствии российских миротворцев Азербайджан заблагировал этот коридор. С другой стороны, я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений. Ещё хочу отмечить очень важный вопрос в этом контексте – вопрос о прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. И в рамках международного механизма, я надеюсь, что в скорейшем, скором времени начнётся нормальный конструктивный диалог между Баку и Степанакертом. Спасибо. Спасибо большое. Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение. Вы, если заметили, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было. Но я не могу это оставить просто без ответа. Я понимаю, что мы уводим дискуссию несколько в другую сторону, хотя думаю, что многим это интересно. Но просто прошу разрешить просто ответить и сказать, что Азербайджан, никакой коридор не заблокирован. Что касается дороги Лачин-Ханкенды, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаёте, установлен погранично-пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами. Этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста российского миротворческого контингента. И на сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет, в том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи из города Ханкенды. Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. И думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений. А что касается коридора, о котором я говорил, Зангизурского, если внимательно послушать моё выступление, в нём сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангизурского коридора. Это наше право – инициировать всё, что угодно. То, что мы считаем правильным, легитимным, разумным, и то, что, кстати, поддерживается в том числе и Российской Федерацией, и другими, вовлечёнными в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном сторонами. Очень интересно. Спасибо. Владимир Владимирович, я извиняюсь. Очень интересно узнать, что Россия поддерживает тот проект, о котором вы говорили. Честно говоря, я об этом впервые слышу. Я знаю, что Россия поддерживает открытие всех транспортных и экономических коммуникаций в нашем регионе. Что касается… Вы сказали, Латчинская дорога. Согласно трёхстороннему нашему заявлению, Латчинской дороги не существует. Существует Латчинский коридор, который, согласно трёхстороннему заявлению, которое мы втроем подписали, должен быть под контролем российских миротворческих сил. То есть никто другой в этом коридоре не должен иметь никакого контроля. И то, что там творится, это прямое нарушение трёхстороннего заявления. И вы сказали, что коридор открыт. Мы это не видим, мы так не считаем. Поэтому считаем важным, чтобы была направлена там международная миссия и в Латчинский коридор, и в Нагорный Карабах, которая бы оценила гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. И должен сказать, что там, к сожалению, с декабря месяца мы имеем гуманитарный кризис, потому что поставки из-за закрытия Латчинского коридора, поставки продуктов, необходимых продуктов, для этого создаются барьеры, и это очень серьёзная ситуация. И газ, электричество был закрыт со стороны Азербайджана. Я имею в виду газ и электричество, которое ходит в Нагорный Карабах. И, Владимир Владимирович, Вы об этом очень хорошо знаете, потому что мы об этом неоднократно говорим. Я извиняюсь, но получается так, что мы… Владимир Владимирович, можно буквально несколько слов? А, хорошо. Я видел Ваши сигналы и позволю себе отреагировать. Коллеги высказали свою позицию, сформулировали, для них это важно. Хочу сказать, что в завершении этой части, мне кажется, что терминология, о которой мы с Вами втроём, во всяком случае, очень хорошо знаем, другим словом называется «юридическая техника», «коридор», «дорога» и прочее, прочее. Это важно, но гораздо важнее то, о чём Вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договорённости, тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим, всё-таки вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение. Но у нас будет возможность сейчас, как мы договорились в трёхстороннем формате, обо всём спокойно, в деловом ключе поговорить, и я надеюсь достичь каких-то договорённостей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. И хочу Вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы, все абсолютно. Вот Александр Григорьевич сегодня об этом говорил достаточно убедительно в закрытом формате, потому что всё-таки, ну, чего говорить, даже все бывшие республики Советского Союза, мы жили в единой семье народов. Здесь, к сожалению, у нас много противоречий доходит и до вооружённых конфликтов. И в России то же самое происходит на известном направлении. Поэтому всё это очень чувствительно, всё это связано с трагедиями человеческими. Мы все заинтересованы в том, чтобы эти проблемы были завершены. Ну, что касается этой ситуации, повторяю ещё раз, у нас будет возможность поговорить в трёхстороннем формате. В этой связи я тоже благодарен президенту Армении, что он приехал, президенту Азербайджана, что он приехал, президенту Армении, на то, что он не заблокировал этот приезд, что мы все собрались для того, чтобы поговорить на эти чувствительные темы. Пожалуйста, если можно, я попросил на этом остановиться. Я уже сказал, что хочу передать слово Михаилу...